всем привет у нас уже потихоньку начинаются покупки к нашей даче мы купили семена и соответственно полностью определились что же мы будем выращивать в этом сезоне и естественно я сейчас все вам покажу а и так мы купили цветную капусту потому что мы решили что слишком много мы ее покупаем она из смена самая дорогая из шпаргалки пометила 4 евро 49 центов цены скажу сразу если вдруг кому-то будет интересно чтобы знали купили лук это точно такой же как мы покупали прошлом году нам принципе понравился и мы его и взяли 2.99 дальше взяли арбузики тоже 2.99 посмотрим получится нет не знаю как вообще домашние арбузики будут брокколи семена 99 центов вот такой еще взяли лучок он худенький маленький вот его я как раз хочу дома в горшочке еще посадите раньше чем на дачу высадим тоже 99 центов и морковка тоже 99 центов в прошлом году брали другую морковь она на пачке было написано что она сладкая на самом деле она была какая-то совсем не сладкая ну или мы вырастили неправильно она была такой ленточкой то есть землю просто кладешь эту ленточку и в ней уже семена и очень была плотная мы ее хоть и прореживали изначально ну как-то не очень нам она понравилась мы взяли другую здесь она уже идет не ленточка и прям семенами отдельными и мы уже сами посадим как нам хочется и я не хочу высаживать всю лучше или как периодами сделать сначала и потом попозже чтобы все время была свежая морковка или ну в общем посмотрим почти все из этого сажать уже в апреле так что я думаю огород мы засадим еще также мы оставили семена цукини которые были у нас в прошлом году и от тыквы также мы оставили тоже и будем сажать но уже меньше чем в прошлом году потому что так много нам не надо и еще мы хотим посадить патисона но мы не нашли семена не знаю почему может это мы купили в магазине обе опять же прошлом году мы покупали семена тоже этой фирмы и нас все устроило поэтому я снова взяли там же и их патисонов не было посмотрим еще в другом магазине или патисонов да надо посмотреть в википедии как правильно ставить ударение на этот чудесный овощ вот и болгарский перец да мы тоже хотим сладкую паприку посадить я не знаю дома да то что семена я посадила они признаков жизни не подают я не знаю хоть бы как-то бы намекнули что они там живы хоть маленький зелененький росточек выпустили чтобы я не переживала принципе меня предупредили да что очень долго они всходят но я посадила 4 марта сегодня уже двадцать четвертая по моему марта ну почти месяц прошел никаких еще ни росточков ничего нет но я надеюсь все получится еще будет нас так перчик и потом мы хотим купить рассаду на помидоры и огурцы и вот и это в принципе все овощи которые мы будем выращивать в этом году в этом сезоне от картошки мы отказались а еще лук то головками не знаю как мы были в магазине думали взять или не взять но сейчас купим она опять соседи так как прошлом году и у нас тогда много будет решили пока не брать вдруг правда соседи поделятся потому что наверное тоже они покупают такой мешочек а и много в общем не знаю посмотрим еще мы купили триммер чтобы привести наши кусты в порядок но пока еще конечно рано их стричь но мы уже сразу взяли опять же в обе урвали можно сказать вот такой по скидке он простой обыкновенными не стали брать какие-то дорогие там от бош или еще что-то даже во ценник тут сохранился 20 евро 99 центов до со скидкой 30 процентов то есть стоило 30 евро так что будем наводить красоту и у кустов дальше к нам в гости на огород каким-то образом попал чеснок не знаю в прошлом году не было вообще не было да совсем у нас полным чеснока мы я бы наверное запомнила а тут он вырос вот буквально по всему огороду ну вот в этой стороне да тут один два три луквы он еще растет красота там еще тоже чесночок интересно откуда он там взялся а еще магия весны я не знаю обожаю просто посмотрите какое чудо наш абрикос начинает цвести распускает цветочки ну ты прям не знаю красота красота он у нас хоть и худенький но много цветочков по всей длине веток уже здорово прям вообще очень красиво а еще опять же наши соседи украсили к пасхе уже дачу повесили яйца вот на деревья и практически все соседи уже сделали то же самое мы в прошлом году тоже вешали но в этом году я хочу купить еще я посмотрела в журнале на следующей неделе видел будут такие пластиковые яйца за 1 99 и где-то они сейчас наверное по всем будут магазинам в общем я хочу сходить посмотреть и даже взять яркие наши которые бледненькие мы все равно повесим но еще хочется яркого чтобы действительно было красиво потому что смотришь вот так идешь не сильно грал глаз радуется здорово хорошо очень смотрится далее лили они туда земля подсохла конечно же мы только пришли сейчас все мы это польем смородина тоже прям уже вся в листиках почти что в ягодках здорово ну груша пока пока ничего алыча до предположительно остановимся пока на этом варианте тоже уже цветочки готовит было столько ягод на несколько цветочков нашу плакучую иву пчелки уже окружили летают опыляют здорово еще вот такие желтенькие кустики да видно вон там у соседей у нас тоже много у кого там подальше вон тоже они есть тоже как первые ласточки весны они такие яркие все это смотрится так здорово мне нравится вот отчиталась я думаю на следующих выходных погода вроде бы будет хорошая если ничего не изменится за неделю пока в прогнозе все солнышко и по-моему до 16 градусов вчера кстати у нас было до 19 мы гуляли целый день не вообще даже не пошли на дачу у нас и дела были ну вот то что магазин сходили и просто мы гуляли здорово муж меня футболки ходил я тоже в кофточке ну с длинным правда рукавом но прям красота сегодня опять прохладно пасмурно солнышко нет и получается вот на следующих выходных пока обещаю тоже хорошую погоду я думаю мы придем будем здесь культивировать все не знаю ну кусты стричь еще рано что еще можно пока поделать но отдохнем обязательно я думаю хотя бы просто пообедом на свежем воздухе потому что это действительно здорово когда есть такая возможность выйти выбраться тем более мы купили кенгуру сейчас для малыша еще становится проще нам гулять и проводить время на улице это конечно очень радует очень здорово и сирене нас уже готова оживает уже дает о себе знать значит у нас будут снова прекрасные цветы мы еще выписали показания счетчика но я забыла какие были прежние потом дома посмотрю скажу сколько электричество мы использовали за год сейчас мы отнесли главный участок феррайна наши показания и в мае мы будем платить за электроэнергию тоже потом скажу сколько вышло сколько нам насчитали и еще кто у меня мастера по перцу кто знает может быть ему холодно на подоконнике я накрыла пленочкой чтобы было теплее но мне кажется все равно достаточно прохладно на подоконнике может стоит убрать какое-то другое место как бы тоже да где не темно в общем напишите пожалуйста мне очень нужен ваш совет на что действительно хочется лакомиться своими домашними овощами потому что это очень здорово но я желаю вам всего хорошего спасибо что посмотрели оставайтесь с нами и пока пока а а а а а а